В отличие от тихоокеанских лососей, проходные виды гольцов, кунжа и мальма, после первого нереста не погибают. Они также заходят на икрометание из моря в пресную воду и после нереста зимуют в реке. Весной скатываясь в море, эти два вида гольцов протяженных миграций не совершают, в отличие от всех тихоокеанских лососей. В период нагула в море кунжа и мальма держатся в предустевых участках рек или недалеко от побережья. Молоть этих гольцов проводят в реке от двух до четырех лет, после чего начинает скатываться в море для нагула в летние месяцы. Хариусы, обитающие в нерестовых речках тихоокеанских лососей, также не против полакомиться свежеотложенной икрой. Лимитирующим фактором поголовья хариуса являются проходные гольцы. Если их нет в реке или численность мала, хариусы себя чувствуют вольготно. Но если мальмы и кунжи в реке больше, чем достаточно, хариус покидает эти места. При этом амурские и камчатские хариусы могут даже выходить в приустевые участки моря, что для других видов и подвидов хариусов является совсем нехарактерным поведением.